Здравствуйте, дорогие друзья! К сожалению, в этом видео будет запорот звук, и вам придётся чуть-чуть прислушиваться. Либо включите, пожалуйста, субтитры, когда вам будет понятнее, что я говорю. Была смена чехла на телефон, и, естественно, я не сразу заметила, что звук запорот. К сожалению, переделать я уже это не могу, поэтому приношу свои извинения. Включите, пожалуйста, субтитры, так вам будет проще понимать, что я говорю в видео. Смотрю, он даже ничего не заподозрил. Это гений технической мысли мой, да. Мы по-прежнему болеем. Меня уже, конечно, нервы напрядили. Третий день подряд. Сегодня поедем сдавать акал. Нагонеч получилось его собрать, и будем капаться сегодня уже. Сейчас оставили катницу просто до безвоживания, хотя он много пьёт, но всё равно глаз только не вольёшь. Вот, как она радуется. Предварительно он просто организм не воспринял желудочки куриные, которые я дала. Причём так долго их искала. Потому что Ханне нехорошо заходили, всё, не протапываемся. Не знаю, надеюсь, ему это поможет. Сейчас даю ему лекарства. Уже всё многим посоветовалось. Вот, не знаю, по-моему, со всеми, абсолютно со всеми котами. По крайней мере, мы проходили через вот это. И не знаешь, на чём ты потокнёшься. Потому что кому-то, даже переход еды, всегда очень такая больная тема. Не знаешь, где подушку подложить. Потому что каждому очень индивидуально всё, то есть, как бы, Ханне там что-то подходило, что-то нет. Тоже были такие проблемы. И, как бы, вот, откуда, не возьмись, это произошло, всё, откуда я вообще не ожидала. В общем, через два часа наш врач в клинику выйдет на работу, мы вернёмся, поедем к ней. Радует то, что это не вирус, потому что нет ни бризингов, ни температуры, ничего. Только понос, но, тем не менее, это довольно сложно. И нервы, конечно, припяты конкретно. При этом котёнок вот очень активный. Он бегает, играет, но не ест сам. Марсик молодец, на всех, конечно, ругался, но мы поставили ему катетер. Он дал это сделать. Пока вкололи сиренью, чтобы не больно было и противорвотно. Взяли ещё кучу анализов. Он, вроде как, злился, злился, но всё равно лежит. То есть он так рычит, рычит, но потом вот спокойно лежит и терпит. Молодец, хороший кот. И сейчас будем капаться часа два. А может и больше. Ты что, испугался, рысь? Здесь испугалась, здесь испугались. Рысь, свинячил, здесь испугалась. Ой, ёлки готовы. Ты сейчас хочешь заказать? Тебя надо вечером будет ночью его капать. В итоге, наконец, он налегся. Мы капаем здесь раствор фингера, витамин В12, чтобы чистить его. Я не захотела оставлять его в клинике. Я искала, чтобы докапучила сама, чтобы тяни его, не чтобы он оставался в стационаре. И пока что мне Ксения выделила такую капельницу. И она очень долго. То есть этот раствор, который, по идее, нам нужен утром и вечером. И который в клинике прокапывается три часа где-то. То конкретно эта капельница рассчитана под наркоз. Поэтому этот раствор будет прокапываться в 10 часов. Или как его уложилось, что он прижимался ко мне. Я забыла, что капельница мне там зафиксирована. Пришлось встать. Ну, вроде лег. Так что будем сейчас ночью капаться. Расслажусь с ним на кухне, чтобы проконтролировать, когда он проснется. Чтобы отсоединить. Уже мы, наверное, часа три капались. Капались, потом он бегал, играл. То есть он капается, когда он спит, естественно. Сейчас я с ним лягу. И, собственно, может тоже получится у меня поспать. Маленький мой. Все жмется и жмется. Каня постелила ему пеленки. Все постелила. Естественно, он прижался ко мне. Я здесь лежала. Никак не могла по-другому его уложить отдельно. Теперь носки тоже, естественно, он не засыпает. И начинает там вначале все разносить. Поэтому не вариант. Приходится с ним все время быть. Ничего, надеюсь, мы скоро поправимся, да, малыш? Завтра так же. Ну, катетерам удобно, конечно, установить завтра через катетерам и антибиотик в виду. И другие препараты. Уже через шприц. Ну и что-нибудь придумаем вот с чистилкой. Но может быть все-таки понос остановится. Все наладится у нас. Мы начнем кушать. И больше не нужно будет капаться. Пока что так. Вот так лежим с моего сона. Ну, в принципе, у меня такой же. Третья или четвертая ночь. Он бессонный. Он не может без меня спать. После того, как брат у себя было уехал, он просит усердно по мне. К слову, у брата все нормально. Никаких проблем нет. Кушать, естественно, попрошу. А вот он будет не тронулся. Черт. Ну, кто-то приходится с собой брать. Ну, сейчас из-за капельницы. Из-за того, что вы стоите, его проще уложить. И где капельницу повесить. Поэтому я сюда взяла. На крану не было в конец. Не так вот так. Так что сегодняшнюю ночь так. Ну, вот и, собственно, я так понимаю, все равно. Он остался спит. Но, опять, мне не хотелось даже дойти. Только он не мог. Но чуть-чуть только, когда он без капельницы. Бегает, играет. Но, естественно, когда я ухожу, он начинает орать меня, знаете. Это, конечно, самое сложное. Когда болеют мои коски. Это просто нервносимо. С каждой коской я это переживала. И это просто ужасно. Когда не знаешь, чем с собой. Это немножко помочь. Ну, так что у меня не ел на скотине. У меня такой первый раз. Это вообще безусловно. Жалко. Вот такие у нас перерывы. Вот так. Перерывы между капаньями. Он чуть-чуть поел сам. Он не понимал, как есть рекавери. Я порезала кусочком мелкую говядину. И он буквально три маленьких кусочка съел. Но это прогресс. Потому что рекавери он не понимал, как есть. Хорошая штука. Считается, наверное, дают. Там, может, переваренный уже корм. Чтобы запустить работу организма. Посмотрим, как он-то переварится. Но сейчас он вот здесь не пропоносил. Но уже не водой, а более-менее что-то более густое. Я извиняюсь за такие подробности. Но это важно. Я сейчас разрешилился. Сейчас поиграется. Опять лажет. Там еще. Мы прокапали только... Сколько мы спали? Ну, он спал. В смысле четыре с половиной часа. В общем, нам еще... До фига капать. Но уже заметно лучше. Он, конечно, был игривый. Но сейчас такой более игривый. Более активный. И... То, что тут, грубо говоря, я поняла. Он не может рекавери. Он не понимает, как есть. То, что это фарш какой-то. Подмешал кусочки. Он чуть-чуть хоть поел сам. Не пришлось с него ничего пихать. Да, естественно, она сильно все пихала. Тут же рекавери через шприц. Ты что, засыпаешь? Ты засыпаешь? Ты засыпаешь, ребенок? Он не обрежет внимания. Там запекущаяся кровь. Кто-то просто размочилась. То есть все с раствором. Ничего там у него сейчас не течет. Да? Да, я побежал как-то засыпать только. Он, кстати, к сожалению, только не получилось. Засыпался с момента. Но дальше, я думаю, не будет теща. Повторяю, я сам первый раз сегодня урчал. Он так разворачивался, видел меня и прижимался. В итоге он запасал, остался. У него подружно подушки лежит со мной. Стирался, езжался. Ну, мой сон так. Сложно назвать, естественно, от каждого шороха. Я его просыпаюсь. Девай. Кот. Чего, сладкий кот. Давай поправляемся уже. Проснулся. Так, не грызем. Грызать можно. Грызть нельзя. Кот. Кот. Привет. Привет, нос. Нет, не грызем. Я понимаю, что весело. Я не грызела. Кот, пять утра, давай спать. У нас утро уже. У нас был перерыв в капанье 3 часа. На это время я ушла поспать. С 6 до 9. Вот, сейчас опять капаемся. Ну, Боба была в комнате с котами. В общем, нам капаться и капаться за день. Но уже стул стал лучше. Это радует. Посмотрим, как дальше. Днем он спит, понятное дело, хуже. Чаще приходится его отключать, чтобы он побегал. И не очень сильно хочет ложиться там, где я хочу. Ну, где я прошу. Где мне хотя бы удобнее, чтобы я тоже могла лежать, а не постоянно стоять у него или сидеть, контролируя. Ну, он сегодня прям бодрее такой. Проказничает вовсю. В принципе, всегда проказничает. Но сейчас прям более активно, что ли, не знаю. Смесь. Сегодня ночью я еще с ложечки ему давала, но сейчас он сам уже пытается нормально есть. Но предложила просто говядину. Без смеси он не ест. Не будешь на камеру кушать? Ну, покушай еще. Давай-давай. Что хотела сказать. Если у вас что-то такое случается с кошкой, то есть, ну, вы действительно не можете остановить по носу там своими способами. Там обычно смех, и вот там белый уголь, еще что-то. Обычно это помогает. Мне всегда практически помогало, только в ряде крайних случаев, когда сильнее, что ли, идет интоксикация. То есть, ну, это не помогает, и приходится уже прибегать к врачам. Но не бойтесь того, что вот вам привезли к мне так лежать. На самом деле, можно оставить в стационаре. И это все будут делать за вас медсестры. Это, конечно, денег стоит, но как бы криминально. То есть, это все можно сделать в больнице, и обычно так и происходит. Понятное дело, что никто особо людям не выдает кота там, чтобы капельницы ставили дома. Просто у меня знакомые врачи, поэтому мне кота отдали. Потому что мне денег там жалко на него в стационаре, потому что я хочу, чтобы кот находился со мной. Никто, естественно, с ним там валяться не будет, его посадят просто в клетку как бы и будут капать. Вот. Ну, сегодня было его жалко. Когда я пришла, я слышала, что он кричал, как бы звал меня. Поэтому я решила забрать его и капать его здесь. Дома, понятное дело, это делать сложнее, потому что он, кстати, чувствует здесь более комфортно и начинает проказничать, бегать, то есть, меньше лежит, чем в клетке. То есть, даже в переноске не получится закрыть, он будет вырываться. Для бог себе кот отрец сорвет. Поэтому, если у вас там нет времени и так далее, то вы можете оставить сюда в стационаре. Обычно так и делают. Кот спит. Еще один кот пришел. Спи, спи. Я здесь сейчас лягу. Чеку мыту. Кот бы уже поможет. Я извиняюсь перед теми, кому неприятно смотреть такие моменты, но, к сожалению, это жизнь. И, собственно, цель этих видео в том, чтобы люди знали, что может быть и так, и на что должен быть готов. Может быть так не только с дикой кошкой, а совершенно обычным котенком. У меня, например, с пустью такие же проблемы были. Это может случиться с любым котенком, с любым щеночком, вообще с любым животным. Собственно, и с человеком тоже. Мне скучно, поэтому вот вам немного молоды. В лежачем положении мало чего могу делать. только целовать котейку, лежать с ним. Даже начала смотреть сериал, но один, в общем, посмотрела. Не досмотрела, потому что оказался слишком тяжелый для меня. Сейчас начала второй смотреть, но как-то пока у меня не цепляет. Чем вы занимаетесь, когда просто лежите? Я никогда в жизни так много, мне кажется, не лежала. Когда сама болею, я и то не могу лежать, ну, максимум. Чуть полежу, но все равно по дому хожу, что-то делаю. А здесь я не могу ходить по дому и ничего делать, потому что как только я встаю, он встает и идет за мной хвостом. Просто постоянно. Поэтому даже, когда я ухожу в туалет, мне приходится власть и тягать от капельницы, потому что он сразу просыпается и идет за мной. Так что я уже не знаю, чем заняться. Кровати. И жарко лежать безумно, потому что он постоянно ко мне жмется, начинает отвлекаться, он просыпается еще ближе. ко мне пододвигается. Он говорит, сегодня в итоге ночью он чуть ли прям лицо мое обнимал, чтобы я никуда не уходила. Он еще так пахнет лекарствами, сиреней. Когда закончим, покажу вам, что еще, какие лекарства, я в него ввожу, расскажу от чего, мало ли вам это поможет. Я не советую заниматься самолечением, советую, что в каждый случай обязательно должны сдаваться анализы, обязательно должен быть совет опытного ветеринара. Я в своем ветеринаре полностью уверена. Это ветеринар, который помогает сильно с животными, то есть человек, который вытянул просто кучу маленьких животных, причем даже из природы, с паразитами, совсем чем угодно, и вытягивал их. Поэтому я полностью доверяю ветеринару, но в любом случае я бы не советовала, когда уже такие случаи, когда, ну, как у меня, когда котенок уже не ест, теряет сильно весе, заниматься самолечением я бы не стала. Поэтому я пошла к ветеринару, конечно же, даже не по телефону с ним обсуждала, поехала, показывала, естественно, еще не все анализы нам пришли. Но пока лечение вроде как помогает. Я вам покажу просто как пример того, что у нас происходит. То есть вы сможете, может быть, спросить, если у вас будет похожая ситуация, у ветеринара актуальны ли в вашем случае эти лекарства. В принципе, они довольно-таки стандартные эти лекарства. И когда еще не готова анализ занять ничего конкретного, обычно это то, что делают все. То есть у меня с кем не было такие проблемы. Пуми такое ставили, я знаю, и Ханни такое ставили. Практически всем все одинаково. Плюс-минус состояние. У Марсика чуть похуже было состояние, чем, например, у Хана, и больше лекарств. Ну и плюс лекарства уже сейчас меняются немного. Ну а я покажу, как просто опыт, какой у меня, мало ли вам это пригодится. его кот проснулся. Как не могу понять, вот, ну когда просыпается, подходит, начинает мне бодать. И дальше спать. Правильно, еще капаться нам надо. Подходит, просто бодает, уркает и ложится просто поближе. А то он лежал так стороной, здесь поближе подошел. И здесь два другана. Котики, помогай, печет. Ну вот, котики все разлеглись. Поравилась им идея с разобранным диваном. Все лежат. Ну только сейчас будем опять капаться. Мы переехали временно на кухню все. Ну так, мы уже кушаем. Сегодня, по идее, очень надеюсь, у нас будет последняя капельница. Отвезу его в ветклинику, потому что там быстрее ее сделают. Потому что мы вот начали есть наконец нормально. Прямо с аппетитом. Здесь мелкие кусочки говядины и рекавери. Сейчас покажу, как это рекавери выглядит. На нем, на самом деле, много кого выхаживали. У них опыт большой уже. Вот они тоже посоветовали. И на самом деле он к нему проявлял интерес. Вот так это выглядит. Ветеринарная диета, рекавери от роял коней. Ну, роял действительно хорошая линейка ветеринарной диеты. То есть, я ничего не могу сказать там про корм, но вот линейка ветеринарной диеты у них очень хорошая. И действительно, он, когда я вообще открыла только ее, да, никто не отбирает. Голодный кот. Побежал на запах, но не понял, как есть, потому что, говорят, все-таки паштет не совсем для него понятно. Очень сладкий. И замешала когда с говядиной, ему стало более понятно. Вот сегодня он прям хорошо ест. Сейчас я ему сняла катетер, потому что уже получается два или три дня, и я все время пыталась ему вливать через него. Ему это неприятно. Соответственно, уже катетер сняла. Сегодня новый ему поставить, чтобы прокапать его. так, по поводу, что у нас было. Вот сам рецепт. Это когда вот уже начали его капать. Сатаснорингер, метрогил, синолокс, вином. Это вот такая штука, порошочек. меня просто Ксюша отсыпало, мне как бы нету. Так, Кун, ну-ка, вам это вообще незачем. Давай, отойди. Если он поел, значит, все. Потом. кормить рекавери, но насильно, в один раз покормила его насильно, потом все нормально было, собственно, когда перемешала. И сирене с физраствором. Вот такой рецепт. До этого я еще ему смекту давала. Вот в самом начале потом давала вот это. Ну и бифифорум я добавляла в воду, но это, к сожалению, бактерия, полезная штука. Торнедозол тоже давала, но это еще до того, как мы начинали капать его. Ну вот синолокс изначально он был в таблетках, как поставили, ну, мне приписали, как поставили катетер, то он стал просто в жидком виде. Вот так выглядит. Да просто удобнее, чем таблетку запихивать и вести подкожную. А, в смысле, подкожную просто вводили. Вначале я купила в таблетках, не знала, что он есть в таком варианте. Либо у них не было. Потом вот так. Ну, соответственно, метрогил. Здесь раствор лингера. Хотя, как такого безложения не было, много пил, но все равно одно дело пить воду, а другое дело, как-то так уводит ее. Это просто физраствор для разной смеси и для пробивания катетера. В общем, вот такая у нас здесь красота была. Из важного, что еще мы давали, это вот эта штука. Она очень-очень дорогая, но она прям очень крутая. я добавляла. Я вначале через шприц ему давала, потом добавляла в воду. Она прям очень крутая. Мне Ксюша дала, поделилась. Я ей, конечно, еще оставшуюся банку верну, потому что навсегда нужно там белок. То есть, это не еда, это именно подкормка, так сказать. Сейчас я в воде разбавляю, до сих пор у меня все животные пьют в итоге. Ну, полезно, потому что. Так что вот. Надеюсь, наши приключения с тобой закончились? Да? Закончились? Сегодня хорошую какашечку нам выдашь, раз кушаешь хорошо. Так что вот. Коты. Субтитры сделал DimaTorzok